Что там с Путиным? Мертв? Жив? Слухи о смерти президента сегодня как никогда активно обсуждаются в соцсетях с подачи популярного телеграм-канала генерала СВР и политолога Валерия Соловья. Ну а простые россияне тем временем массово гуглят, умер ли Путин. Запросы о его кончине возглавили топ поисковых трендов Google, заметили наши коллеги из телеграм-канала ЧТД. Напомню, Песков назвал слухи о болезни и двойниках Путина абсурдной информационной уткой еще три дня назад. И все началось с того, что политолог Валерий Соловей и канал Генерал СВР написали, что 26 октября вечером Путин умер в резиденции на Валдае. Но вот есть одна проблема. В тот день президент встречался со специалистами космической отрасли в Подмосковном Королеве. Там находилось большое число журналистов, в том числе спецкор-коммерсанта Андрей Колесников. Он написал, что к восьми часам вечера президент показался, прошел по цехам и встретился с молодыми учеными. Агентство цитировали Путина в тот момент, когда он, ну, по версии конспирологов, уже был мертв. Знакомый Григорий Явлинского, побывавшего тогда же у Путина, назвал в беседе телеграм-канала «Можем объяснить» полным бредом сообщение о его болезни и тем более смерти. С нами на связи Дмитрий Орешкин, политолог. Рад приветствовать в нашем эфире Дмитрий Борисович. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, все. Будьте здоровы. Да, действительно. Вы подавляетесь. Ну, конечно, на полном серьезе обсуждать версию про то, что Путин умер, довольно бессмысленно. Пока, по крайней мере. Но, тем не менее, хочется поговорить о вот этой невероятной тяге и надежде россиян к тому, что, ну, может, все-таки. Ну, может, все-таки. Все гуглят, все интересуются, всем интересно. Где поддержка? Где народная вера в Путина? Почему все так ждут, что помрет-то, наконец? Ну, во-первых, не все ждут, конечно, скажем прямо. Во-вторых, те, кто ждет и выпивают, ну, вы знаете эту формулу ШОВС, да, значит, за то, чтобы это скорее случилось, не очень надеются, что это поможет на самом деле. А в-третьих, самый главный вопрос, куда девается и где находится эта поддержка. Вы знаете, это очень интересная вещь, потому что, ну, например, хорошо известно, когда Гитлер присоединял Австрию, вся Австрия, ну, так казалось, что вся Австрия в восторге вышла на улицы и приветствовала своего фюрера. И там на референдуме голосовали так за 90 процентов, ближе к 100. А потом, когда Гитлер исчез, оказалось, что, в общем, австрийцы там никто и эту самую национальную партию, националистическую, национал-социалистическую, и не собирался поддерживать. Это такое стадное явление для общества, находящегося в определенной ситуации, когда он ищет вождя. Не всегда так бывает, но бывает, когда разочарование, истерика, непонятно что делают. И вот здесь обонянием общество находит в себе что-то, на что можно опереться. И в этом смысле путинская поддержка, она от страха, от отчаяния, от ужаса перед тем, что происходит. Люди ищут опору. Как только и если оказывается, что эта опора слабовата, гниловато, глуповато, как угодно, так этот рейтинг стремительно падает. Очень многие социологи говорят, что этого рейтинга нет вообще. Вот я с этим не согласен, оно и есть. Большинство людей поддерживают Путина и считают, что он правильно ведет войну. До поражения, вот после поражения, происходит катастрофа, потому что оказывается, что он нас обманул. Мы-то думали, что он великий победитель, что он фартовый, что на него божья благодать пролилась. А оказывается, нет. И вот в этот момент этот закон харизмы, харизма – это такой политический термин и этнографический термин. Не бытовой, когда харизматичный человек, значит, симпатичный. А харизма – это когда общество наделяет какого-то человека сверхъестественной властью. И всерьез в это верит. Ну, сейчас верит не всерьез, но верит в то, что Путин молодец, фартовый, крутой, смелый, напрыгнул, удалось. И вот эта харизматичность, при том, что он, может быть, там, маленький, несимпатичный, плюгавенький и так далее, но ему небеса благоприятствуют. Вот это ощущение, оно глубоко в нетрах, так называемого, глубинного народа существует. До того момента, когда вдруг этот глубинный народ в нем разочаруется. Тогда все сыпется в дребезги. Поэтому, конечно, значительная часть людей, во-первых, отвечая на ваш вопрос, ну, да, утомились от Владимира Владимировича Путина, и они уже понимают давно, кто он такой. Но таких людей, ну, порядка 20 миллионов. Это хватит для того, чтобы заполнить социальные сети. Но ведь в России 140 миллионов с хвостиком. Ну, и, соответственно, еще где-то там, ну, миллионов, наверное, 70 ждут от Владимира Владимировича побед. Так что не надо обольщаться. И вот то, что делает господин Соловей, с моей точки зрения, неудивительно, но то, что на это реагируют люди, еще удивительнее. Вот ей-богу. Ну, да, тут, конечно, главное, чтобы... Можно воспринимать. Главное, чтобы лебединое озеро Владимира Путина не стало лебединой песней профессора Соловья. Дмитрий Борисович, еще такой вопрос, если мы говорим про вот это вот мистическое, что вот Путин должен победить, вот это вот харизма, в которую люди верят. Вот те самые 20 миллионов, которые верят как раз в обратное, что никакой харизмы нет, что Путин должен проиграть, что он не может выиграть, что это ужасный президент и так далее, и так далее, и так далее. Вот мне кажется, что вот эта вот тенденция, вот эти вот поиски бесконечные, а умерли, надежды на генерала СВР, на профессора Соловья, на кого угодно другого, вот это все разве не показывает, что люди просто не верят, что может быть, что Путин может уйти по-другому? Как будто вот эти 20 миллионов считают, что единственная возможность избавить Россию от Путина, это то, что он внезапно скоропостижно скончается у себя на Валдае. Ну, я думаю, что вы или это совершенно право, или очень недалеки от правды. А как еще-то от него можно избавиться? Вот что, он выбор, что ли, может проиграть? Ну, извините, пожалуйста. Делать вся система, раз это идея харизмы, значит, общество глубоко больно. Ну, вот представьте себе, там есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. Это воспринимается, ну, большинством, как норма. Уже это никого не коробит. В Соединенных Штатах есть Байден, есть Соединенные Штаты. Ну, что за бред? Вот у нас здесь куча людей, которые могут справляться с функциями президента. Может, типа, лучше Байдена, во всяком случае, не хуже Байдена. Нормальная демократическая обстановка такая. Кстати говоря, вот как раз Трамп, он в большей степени харизматичный лидер. И поддерживает его весьма специфическая публика. Ну, так вот, я хочу сказать, что общество и страна, и государство, как совокупность институций в России, так сильно деградировали все вместе, что переизбрать Путина невозможно. Потому что выборы давно перестали быть выборами, стали такой вот жертвенной процедурой, ритуальной процедурой, обрядовой процедурой. Но никак не выборами в европейском смысле слова. Это все понимают. И все понимают, что уйти может только вперед ногами. Тут как бы никаких сомнений. Или в случае переворота. Но откуда же ему взяться? Потому что все просвечивается на глубину 3 метра под землей специальными службами, которых Путин сделал в большом количестве как раз по этому случаю. А перемены, в общем-то, во всяком случае, в значительной части голов моих соотечественников созрели. Пора. Но не у большинства. У меньшинства. К задаче вот сейчас Путина, коллективного Путина, тех 20-30 миллионов человек, которые понимают, что с этим цирком пора бы кончать, пока мы не превратились окончательно в Северную Корею. Задача состоит в том, чтобы у них опустились руки. И именно поэтому их долбят всякой там ерундой. Помер, не помер. Задача сделать так, что верить нельзя никому. Вот мне кажется, именно эти задачи решает всякого рода общество плоской земли. Там отрицание того, что американцы были на Луне. Ковид-администраторы, которые там рассказывают, что это все затеяло. Биг-фарма. И так далее. Вот это осознанное загромождение. Замусоривание. Я бы даже жестче сказал, но это будет уже неприличная лексика. Замусоривание информационной программы. Это то поляны информационные. Это то, что Путину выгодно. Потому что в этой ситуации ни во что и никому верить нельзя. И вообще все не так однозначно. Вот прям совсем все. Все не так однозначно, конечно. Ну, на самом деле, действительно, все не так однозначно. Но есть вещи, которые однозначны. Человек жив или мертв. Или человек приступен или не приступен. Ну, так вот, нам голову занусоривают. И довольно трудно установить фильтр для того, чтобы в голову всю эту ерунду не пускать. Это делают специально обученные люди. Не случайно, это не стихийно. Это их работа такая. Да, Дмитрий Борисович, на секунду отвлекусь на наш чат прекрасный. Там вот человек пишет с ником Борис Полуанов. Эх, снежок, снежок, белая метелица, говорят, что Путин сдох, но он до сих пор не верится. Вот это, к слову, про все не так однозначно. Ну, раз я уж обратил внимание на чат, друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Это топливый эфир, это то, что помогает нам работать и распространять важную информацию. Дмитрий Борисович, мы чуть-чуть коснулись темы выборов. И вот тут вот есть тоже такое интересное. Вот даже в той подводке, которую я сейчас вам прочел перед вашим включением, про доказательства того, что Путин все-таки не умер, там есть знакомый Григория Явлинского. Сам Григорий Явлинский накануне был на встрече с Путиным, об этом заявил тот же самый корреспондент-коммерсант из Пескор Колесников, который летописец первого лица государства. А неужели опять пойдет на выборы Григорий Явлинский как такой громоотвод для либералов? И сработает ли это у него в этот раз быть тем самым громоотводом? Или уже все, последние политические очки были растеряны в прошлый раз? Ну, если он пойдет, то это будет, конечно, позорная смерть. Вот, по-другому, на этих выборах такой оппозиционный кандидат является, по-другому, является такой суконной фигуркой воды, куда иголочки втыкают. Задача, ну да, даже не привлечь на выборы. Задача, ну, подчеркнуть Владимира Путина. Поэтому, мне кажется, ни одному человеку, который просто себя уважает, идти вот в эти спарринг-партнеры с тем, чтобы тебя по морде били, не следует. Ну, конечно, тут есть такая вещь, как деньги. Да, ну, я думаю, что Маша Собчак неплохо заработала, когда она вот выступала в этой роли. Но 2 или сколько там процентов, сколько она набрала, в общем, понятно, для чего ее выпускали на арену. То же самое господин Явлинский. Я надеюсь, что он не пойдет. Ну, в общем-то, он сказал, сыровал позицию достаточно однозначную, что, мол, я пойду, если соберу 10 миллионов подписей. 10 миллионов подписей он никогда не соберет, поэтому, вроде как, и идти у него оснований нет. Но вот тогда с какими основаниями он идет в Кремль тогда накануне вечером? Вот в этом главный вопрос, понимаете? Нету оснований. Так куда же идти-то? Нам объясняют, что он ходил обсуждать мирный процесс в Израиле. Вот прямо без Григория Алексеевича там этот мирный процесс не обходится. Я, ты, надеюсь, не с тем, что мы сами про выборы там не говорили. Но весь мой 30-летний опыт общения с электоральными процедурами говорит, что, скорее всего, я ошибаюсь. Ну, что тут скажешь? Ну, вот так устроена наша политическая жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok